В Центре детского творчества собрали родители и выпускников. Тема встречи — государственная итоговая аттестация. Порядок проведения экзаменов и нюансы, с которым могут столкнуться как девятиклассники, так и выпускники одиннадцатых классов. На время проведения экзаменов школы станут пунктами. В городе Кумертау уже несколько лет организованы два пункта проведения единого государственного экзамена. Это школа номер 9 и 10. И два пункта проведения основного государственного экзамена — школа номер 1 и номер 5. Все пункты оборудованы стационарными металлоискателями на входе. ручными металлоискателями и видеокамерами в каждой аудитории. Система виденного ублюдения в пунктах ЕГЭ работает в режиме онлайн, и все нарушения фиксируются и попадают в сеть. Сама процедура проведения ЕГЭ постоянно совершенствуется, становится более технологичной. Изменения каснутся в основном технологичных пунктов приема экзаменов, когда контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудитории в присутствии пускников, а затем, впоследствии, они будут сканированы в пункте приема экзаменов непосредственно и сразу же по каналам защищенной связи переданы УФУ на проверку. Изменения произошли и в содержании практического материала. Если раньше школьникам предлагались конкретные варианты ответов на задание, выбрать верное решение не заставляло особого труда. У нерадимых учеников была возможность выбрать правильный ответ интуитивно. Учитывая эти факты, Министерство образования внесло изменения в способы проведения ЕГЭ в этом году. Содержание некоторых экзаменов претерпело значительные изменения. В частности, убрана тестовая часть. Это делается для того, чтобы учащиеся давали развернутые ответы. Тестовая часть сохраняется только в экзаменах по английскому языку, по иностранным языкам. На собрании родителям также напомнили о нарушениях при сдаче ЕГЭ. Запрещено списывание, пользование сотовых телефонов и справочных материалов, иначе на пересдачу. Отрицательную оценку можно будет исправить в официально установленные сроки. Но зачем рисковать, когда еще есть время подготовиться и со спокойной душой поступить в выбранное учебное заведение?